В студии Кирилл Политов, здравствуйте! И далее о самых заметных темах дня. Недетские законы. Лицо! А чё? И чё, всё? Что грозит бийским школьницам, которые заставили девочку пить из лужи? Берегут природу. Я занимаюсь исследованием следов из учечая, определяю животных по ним. В Дианеколога наблюдаем, как в Наукограде воспитывают юных лесников. Цепляется за последний шанс. Каково это жить один на один за смертельной болезнью? ЧП на борту самолета сегодня утром привело к нештатной посадке в Барнауле. По некоторым источникам возникли проблемы с механизацией крыла. В результате Боинг, который летел из Анталии в краевую столицу, приземлился на час позже. Сразу же после возникновения неполадки пилоты запросили аварийную посадку. На борту в этот момент находилось 236 человек. Несмотря на трудности, экипаж благополучно посадил машину. Никто из пассажиров не пострадал и даже, говорят, в аэропорту не понял, что были какие-то проблемы. На замену прибыл дополнительный самолет из Толмачева, который сегодня утром улетел обратно в Анталию. Сотрудники компании-перевозчика в течение дня выясняли причины случившегося. Борт авиакомпании «Азурейр» находится сейчас в аэропорту Барнаул и проходит техосмотр персоналом авиакомпании «Азурейр» до выяснения причин. И сегодня же из-за непогоды в Новосибирске и Кемерово не смогли приземлиться сразу три самолета. Их отправили на запасной аэродром в Барнаул. В итоге более 300 дополнительных человек оказались в аэропорту краевой столицы. Об этом рассказали в региональном министерстве транспорта. Алтайский край вновь попал в повестку федеральных информагентств из-за школьной травли. В сети появилось видео из Биска, где три девушки заставили сверхницу пить воду из лужи. Причина нападки за кадром, а издевательство уже возмутило общественность. Подробности в сюжете моих коллег. Да пусть сболтает, вон, там больше грязи будет. Давай быстрей. Люди входят. Ну, лицо. А че? И че все? Две с половиной минуты унижения, и это только на видео. За кадром три девушки задорно принуждают сверхницу пить из лужи. Этим трем явно нравится дикое представление. Концент закончен, давай еще. Почему девушка безропотно выполняет приказ, неизвестно. Некоторые пользователи в соцсетях советуют не судить авторов ролика и намекают, что девушка могла сама спровоцировать инцидент своим проступкам. Лицом прям конкретно вот так туда утопись, лицом, пока я тебя сама туда не впечатываю. Кооперативно установлена личность потерпевшей девушки. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, а также иные возможные эпизоды противоправной деятельности в отношении потерпевшей. Кроме того, в ходе проверки будут установлены причины и условия, способствовавшие совершениями совершеннолетними противоправных действий и дана юридическая оценка действиям органов системы профилактики. Тем временем на издевательнице льется народный гнев. В местном паблике разместили имена и ссылки на страницы в соцсетях двух из них. Пользователи требуют их скорейшего наказания. Кстати, это далеко не первый случай подростковой травли даже за последний год. И ужасает, до чего могут дойти дети, заигравшись. Этой весной мальчик из Рубцовска снял на телефон издевательства одноклассников, устав их терпеть. На кадрах его бьют по плечу, а затем линейкой по голове. Осенью 2018-го в Барнауле говорили сразу о двух историях насилия. Сначала об этом заявил один школьник, а через несколько дней два ученика попали на операционный стол после того, как на территории образовательного учреждения их избила банда из 15 подростков. По всей видимости, как пресекать детские издевательства, специалисты не знают. Жители Бийска надеются хотя бы на справедливое наказание. Анастасия Драган, День с толком. Ну а следующие истории заинтересовались в управлении антимонопольной службы. Рекоператор по обращению с ТКО по Олейской зоне потерял субподрядчика по вывозу мусора в частном секторе города. В компании индивидуального предпринимателя Ирины Петропавловской заявляют, уйти фирме пришлось из-за фактического банкротства. Рекоператор задолжал ей около 2,5 миллионов рублей. Предприниматель обратилась в Уфа с жалобой на долги и сговор. По данным Банфакса, с января до последнего времени фирма Петропавловская обслуживала около 7 тысяч частных домовладений Олейска. Остальные объекты, многоквартирные дома и юрлица, были в зоне ответственности компании «Цветовод». Когда у Петропавловской не осталось денег для работы из-за миллионных долгов рекоператора, она прекратила вывоз мусора. И хотя рекоператор официально контракт с ней не разорвал, на ее зону зашел «Цветовод». Поэтому предприниматель видит во всей этой ситуации сговор с целью вытеснить ее с рынка. Ирина Петропавловская уже обратилась в Уфас и Минстрой. Продолжаем выпуск. Обыкновенный компьютер осчастливил жизнь подростка из Барнаула, который болен смертельным заболеванием. Компьютер Саше Лощинину подарил благотворительный фонд. Теперь парень сможет зарабатывать в интернете и помогать маме. Только вряд ли на фрилансе получится заработать столько, чтобы сдерживать развитие своей болезни – миопатии. О семье, которая осталась одна со своим горем и дорогостоящим лечением, расскажет Ирина Корчагина. Вот такую часть я уже сожгла. Просто читая очередную отписку, случилась истерика, я ее сожгла. Неутешительные ответы Минздрава, Крайздрава, администрации города. Семья Лощининых осталась один на один со своей проблемой. Сын Натальи и Саша болен редким заболеванием – миопатии. Проще говоря, постепенно у него отмирают мышцы, искривляется позвоночник. Сейчас ему 16 лет. Ходить Саша перестал уже в 9. Как таковой помощи семья не получает. Орфанных заболеваний во всем мире 230. В России признано… Вот есть же списки, по которым лечить орфанные заболевания. В 2019 году их разделяют на два списка. В одном – 12, в другом – 19 болезней. Все остальные у нас государством отметаются. Мы как раз окнуемся тем, которые не входят в эти списки. Тренажеры, лекарства, бассейн – все за свой счет. Но главное, что не делай – жизнь ребенка стремительно укорачивается. И вот каждый день просто сидеть, когда это абсурд понимаешь, но с этим очень тяжело жить. Чуть веселее стало жить, когда у Саши исполнилась большая мечта. Скоро ему подарят компьютер. Пока в комнате стоит этот – временный, но его скоро придется вернуть школе. Парень хочет начать зарабатывать в интернете и помогать маме. У меня есть план. Я планирую научиться лучше рисовать и сделать свою игру. Простую, правда, первую. Как-то отношение к жизни совсем другое стало. Как-то радостных моментов больше. Ну и Саша сейчас в предвкушении твоего компьютера. Он даже на улицу стал чаще выходить. В скором времени Сашу ждет операция, которая должна выровнять позвоночник и суставы. После нее парню понадобится инвалидная коляска с вертикализацией. Она сможет выпрямлять спину и ноги. Только стоит такая коляска от 400 до 700 тысяч рублей. Для Натальи, которая одна воспитывает двоих детей, это космическая сумма. Но и эта же коляска – последний шанс, чтобы выиграть у жизни несколько счастливых лет. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком. А лучшим экологам сегодня в честь профессионального праздника вручали губернаторские премии. Трое из них получили по 125 тысяч рублей за вклад в сохранение окружающей среды. Мы должны передать будущим поколениям экологически благополучную страну, сохранить природный потенциал и заповедный фонд России. Премия имени ученого Виктора Верещагина вручается уже третий год подряд. Отмечают ученых, исследователей, краеведов. В этом году в номинации за активную практическую деятельность победил Сергей Байдуков. Много лет он занимается защитой краснокнижных животных и растений от браконьеров. Это копытные животные и редкие виды птиц. Выявил достаточно много гнезд аиста черного. Причем до меня здесь не было ни одного выявлено. Сейчас существует около больше десятка гнезд выявленных. Еще двух экологов отметили за научно-педагогическую и просветительскую деятельность. А несколько десятков специалистов получили памятные дипломы. Ну а в Бийске на базе техникума лесного хозяйства прошли специальные занятия для тех, кто только начинает свой путь в области охраны природы. Почти 100 школьников юных лесников приняли участие в слете практикуми подрост. Они узнавали, как найти лесной пожар с высоты птичьего полета, как определить точный возраст и высоту дерева. Подробности знает Лея Кочетков. Лесник Роман Ковалев говорит, еще несколько лет назад о таких технологиях можно было только мечтать. Чтобы, например, обнаружить пожар на огромной территории, приходилось наблюдать с пожарной вышки. А теперь проблема решается гораздо проще. Обнаружение и разведка лесных пожаров в труднодоступных местностях, где нельзя быстро провести технику, человеку пройти сложно. Этот аппарат выручает буквально за считанные минуты. То есть мы пролетели, посмотрели ситуацию. За его действиями наблюдают школьники в униформе. Это воспитанники школьных лесничеств из разных районов края. Подобные слеты, по словам организаторов, проходят больше 20 лет. Но мастер-класс по беспилотникам и робототехнике проходит в рамках слета практикума впервые. Уже ясно, ребятам новые знания пригодятся. Я занимаюсь исследованием следов, изучаю, определяю животных по ним. Например, где я не могу проехать, там на машине или на другом транспортном средстве, может пройти робот. Специалист технопарка «Кванториум» показывает другой беспилотник, созданный такими же ребятами. С его помощью он показывает, аппараты можно использовать не только для наблюдений, но и, к примеру, для уборки несанкционированных свалок. Пока вот в таких игрушечных масштабах. Допустим, мы захватываем груз. К дрон приземляется, груз захвачен. Нам сигнализация говорит о том, что груз у нас в грузоприемнике. Полетели-полетели, к мусорному ящику подлетели и с помощью сбросили. Наряду с новейшими технологиями ребят обучают и традиционным проверенным приемам, например, определять возраст и высоту деревьев. Это навыки, необходимые для так называемой лесной таксации, оценки ценностей и продуктивности лесного фонда. Организаторы говорят, за более чем 20 лет интерес к таким курсам со стороны юных лесников только растет. Вчера только мы консультировали детей по ведению исследовательской работы, оказалось очень много ребят, которые занимаются сохранением, восстановлением ленточных боров. Это как раз сегодня тема очень актуальная. В будущем, надеются организаторы, многие из этих ребят свяжут свои жизни с охраной лесов. По крайней мере, многие уже сейчас намерены после школы поступить в бийский лесной техникум. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком. Ребятишки, проживающие в самых удаленных уголках Барнаула, теперь смогут профессионально заниматься конькобежным спортом. Их будут довозить до спортшколы Клевчения бесплатно на новом автобусе, ключе от которого сегодня вручил руководство школы Краевой Минспорт. Оборудован, естественно, по требованию эрой ГЛОНАСС, то есть аварийное. Можно вызвать спасателей в определенный случай или при ДТП срабатывается. Комфортабельный, безопасный, совершенно новенький автобус на 17 мест появился сегодня у спортивной школы по конькобежному спорту Клевчения. Стоимость покупки превышает полтора миллиона рублей, но школе он достался совершенно бесплатно. Деньги на автобус выделило Краевое Министерство спорта и руководство. И дети, ну безумно рады новинке, ведь у школы никогда не было собственного автобуса. Раньше заказывали автобус у посторонних, можно сказать, людей. Дополнительная финансовая нагрузка на учреждения с приобретением данного транспорта, эта нагрузка снижается и проще будет уехать на своем транспорте. Сейчас в Клевчении учатся почти 250 человек, но теперь их станет больше уверено руководство, ведь благодаря новому автомобилю получится забирать детей и привозить в школу из самых дальних уголков города. Кстати, в ближайшие три месяца новым транспортом обзаведется еще три спортивных учреждения. Спортшкола по гребле, училище Олимпийского резерва и центр спортивной подготовки сборных команд Алтайского края. На эти цели выделено 10 миллионов рублей, краевых средств. Но нехватка транспорта или денег оказывается не помеха для желания заниматься спортом или, к примеру, научиться танцевать. Международная школа балета начинает набор детей от 3 до 12 лет из малообеспеченных семей. Для них уроки будут бесплатными, рассказывает Ирина Харитон. Два из через полу. Семь и восемь. Сосредоточенные лица и пристальное внимание на педагога. С первых лет жизни эти дети у хореографического станка. Помещение новой балетной школы небольшое, но для того, чтобы научиться классическому танцу, достаточно. Теперь такая возможность есть и у детей из малообеспеченных семей. С собой только желание и тренировочный костюм. Мы открыли с 1 апреля 2019 года, работаем, по сути, второй месяц. Решили данное направление уже запустить сейчас, потому что действительно заявки поступали, желающих много. Но много детей, у которых возможности получить данное образование нет. Но условия то, что у детей был талант и была предрасположенность в данном направлении. Всего в России 120 филиалов школы. Отделения также есть в Китае, Беларуси и Казахстане. Работать приходится с самыми маленькими, от трех лет. Поэтому хореографам приходится быть и детскими психологами. Подход каждому малышу индивидуальный. А вдруг среди них растет Новая Павлова или Плесецкая? Программа прописана таким образом, очень интересным не только для детей, но и для родителей. То есть это все в игровой форме, это в стихотворной форме, проучивание движения именно через игру. Поэтому усваивается информация очень легко. В конце обучения каждая выпускница получит диплом государственного образца. После этого желающие могут продолжать учиться танцу уже на более серьезном уровне. А в будущем, возможно, и покорять большие сцены. Ирина Харитон, Алексей Фризин. День с толком. Спонсор прогноза погоды компания Валар. Какой она будет, узнаете прямо сейчас. У меня к этому часу все новости. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин